Всем привет! Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что из-за роста военного присутствия НАТО в Восточной Европе усиливается напряженность на западных границах страны. Глава Минобороны объяснил, что речь идет о развертывании НАТО систем противоракетной обороны в Польше и Румынии, а также о расширении альянсом военного сотрудничества с Финляндией и Швецией. Что в качестве ответной меры в Западном военном округе в этом году пройдет более 20 мероприятий по совершенствованию боевого состава. А также округ получит более 1300 единиц техники. Между тем, еще в октябре прошлого года в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин сообщил всему миру о наличии в арсенале вооруженных сил России системы вооружения, которой не страшно про у российских границ. Так, со слов президента, еще в декабре 2017 года на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе была поставлена система «Кинжал». Последнее осуществляет прорыв системы ПРО вероятного противника за счет разгона боезаряда до гиперзвуковой скорости за считанные секунды. В связи с этим непонятно, почему разговоры об установке ПРО в Румынии и Польше вызвали такую реакцию у министра Шойгу. У НАТО возникла возможность устанавливать ПВО на рубежах России еще в 2004 году, когда в состав альянса вошли прибалтийские государства. Более того, напряженность в отношениях России и США в последние годы привела к разрыву договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанному странами после окончания Холодной войны. Поэтому странно, что Шойгу не упомянул в связи с ситуацией в Румынии и Польше то, что система вооружений «Кинжал» позволит России держать ситуацию под контролем. Напротив, он заявил об усилении военного присутствия России, что скорее лишь увеличит это напряжение. В общем, получается, что несмотря на развитие прогресса, Минобороны предпочитают решать военные конфликты по старинке путем численного превосходства. Спасибо за внимание. Пока.